Вот это все, что вы смотрели, это американская психиатрия. А наша психиатрия идет достаточно давно и упорно в совершенно другом направлении. И самое удивительное и радостное, что это ничего не меняет. По той простой причине, что иногда просто поразительно наблюдать, как абсолютно разные направления некой дисциплины, считающей себя наукой, и, к сожалению, это моя наука, я психиатр по образованию, и в общем всю жизнь так или иначе работаю в наркологии и психиатрии, просто поразительно наблюдать, как совершенно разные направления дают примерно схожий эффект. Потому что в действительности у них психиатрия в США преимущественно основана на медицинском страховании. Она оттуда получает деньги. И поэтому она заинтересована в том, чтобы как нужно больше было состояние человека, объявлено психическими заболеваниями. И от этого рождается вот такая вот ДСМ-4, до которой мы, наверное, никогда не дойдем. При моей жизни точно не дойдем. Может быть, молодым удастся полечиться в этой следующей психиатрии, которая будет у нас. Мы до сих пор работаем на классификации, которая называется МКБ-10. И мы на ней не работаем. Потому что... Не работаем. А принцип работы в психиатрии сегодня совершенно другой. Потому что смысл в следующем. Кафедры, которые образовывались в советские времена, которые обучают врачей, требуют, чтобы принцип диагностики был нозологическим. А даже международная классификация болезни 10-го пересмотра это практически уже синдромальная классификация. То есть классификация, в которой описываются состояния человека, болезненные состояния. А не болезни сами по себе. Вообще, все это довольно сложно уловить. Потому что на самом деле, увы и ах, психиатрия всю жизнь занимается исключительно спекуляцией, абстрактными понятиями. И от этого такая путаница, в которой, в общем, пациенту или обращающемуся в психиатрию разобраться в этом высшей степени трудно. Однако, нозологическая классификация, по сути своей, признает только две болезни. Со времен Андрея Владимировича Снежневского это шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Или циклический психоз, который вам известен, и в который входит, собственно, понятие депрессии. Из которого понятие депрессии в чистом виде и вышло. И в этом есть некая логичность, потому что, еще раз повторяю, психиатр в США заинтересован получать деньги с медицинского страхования, и значит, нужно как можно больше состояния, за которое страховщик, страховая компания будет эти деньги платить. У нас психиатрия бюджетная. Она централизованная. И поэтому много состояний, за которые бюджет платить деньги будет, не нужно. Их нужно как можно меньше. И это должны быть состояния инвалидизирующие, делающие человека инвалида по той простой причине, что соответственно на содержание инвалида, на лекарства ему, как правило, бесплатные или льготные, опять уходит тот же самый бюджет. Психиатрия в США амбулаторная по преимуществу. Главное, тяжесть работы с больными лежит на амбулаторном враче. В разных видах эти врачи существуют, в разных штатах. Но по преимуществу больной ходит, консультируется, ему выписывают таблетки, как вы это видели в фильме. У нас другая психиатрия. У нас психиатрия по преимуществу стационарная. Первая главная задача амбулатории любой ценой сложить человека в стационар, потому что основное бюджетное финансирование идет на стационарные койки. Соответственно, сами понимаете, что с расстройствами некого невротического уровня, с легкими расстройствами, человека госпитализировать никто не будет. Поэтому нужно сделать так, чтобы все расстройства были тяжелые. И сегодня вы услышите, даже если вы здоровы, и проведете отечественный эксперимент Розенхайма. Многие здесь присутствующие, наверное, знают, что такое эксперимент Розенхайма. Я сейчас рассказывать не буду. Захотите, посмотрите в Википедии. Это был эксперимент 60-х годов, когда в Америке больные, которые ничем не страдали, жаловались на какие-то легкие расстройства, оказывались в стационарах, и там никак не могли доказать, что они не верблюды потом. А у нас сейчас проводят такие эксперименты, в том числе разные сайты, и все оказывается примерно так же, как снова, я не знаю, успели или нет посмотреть в этом фильме, снова как и всегда. То там была, да, такая группа врачей, которые никак не могли определить, с чем же лечились их больные. Правда, только что увидели или не успели посмотреть, не знаю. Так вот, на самом деле суть дела от этого не меняется. Совершенно разный, правда, подход. Вот централизованный подход требует инвалидов, и поэтому требует тяжелых психических заболеваний. И сегодня, если вы придете к врачу для диспансерного приема, пожалуетесь, скажем, на плохое настроение, то, скорее всего, вам скажут, что вы болеете тяжелым психическим заболеванием, вам надо срочно ложиться в больницу, а потом, наверняка, тоже на первом, на первой же беседе скажут, что таблетки вам надо пить до конца жизни. Это здорово упрощает вообще всю ситуацию и всю жизнь. Почему это происходит? Ну, если вы обратите внимание, в каждом случае это происходит по одной и той же причине. Всем нужны деньги. Разница только в том, что страховые деньги требуют описания как можно большего количества случаев, а деньги бюджетные требуют простоты. И эта простота является главной сегодняшней проблемой отечественной психиатрии. В западной чуть-чуть посложнее, потому что вот эти новые классификации, которые мы не приняли, которые Министерство здравоохранения наше не признает, ДСМ-3, ДСМ-4, о которых вы видели разговор, они эти новые классификации радикально уходят от нозологического подхода. Там нет болезней. В ДСМ-4 разница колоссальная с МКБ-10 даже, там нет болезней. Там есть синдромы, симптомы, синдромы комплексы, но как таковых болезней где-то. И вот это наша замечательная единая шизофрения, великое изобретение двух академиков в 70-80-х годах. Андрей Владимирович Снежневский придумал у нас эту идею о том, что в сущности все болезни являются шизофренией. Психически. То есть, в общем, оказалось, что это очень простая и очень выгодная идея, позволяющая эффективно осваивать бюджет и заполнять стационарные койки. Вот в чем, собственно говоря, главная задача. Еще одна интересная вещь, разница, она заключается в том, что в США в общем у нас эта система чуть-чуть начиналась в 90-х годах и, в общем, как-то быстро и эффективно закончилась. От продажи нейролептиков и антидепрессантов, в первую очередь антидепрессантов, выгоду получает врач. Ну, прямо от компании, да, вы выписываете препараты компании-производителя и получаете с этого какой-то процент. Через ту же страховую компанию, совершенно официально. Поэтому, чем больше препаратов вы выписываете, тем вам лучше жить немножко. И, в общем, врачи-психиатры, поэтому это одна из причин, всегда были очень состоятельными людьми в США. У нас это не так. Никогда так не было. В общем, практически никогда не получалось. У нас выгодоприобретатель от продажи препаратов в бюджетном здравоохранении, как правило, либо, ну, вся цепочка бюрократии, да, Минздрав и соответствующие департаменты здравоохранения городов. У нас, в нашем случае, Московский департамент здравоохранения. И только я могу, если хотите, привести замечательные примеры и ныне действующие, но я не думаю, что это так уж интересно там называть конкретные фамилии, как, какие фирмы, через что, какие люди получают с этого прибыль. Но так или иначе, это не врачи, я вас уверяю. Врачи никакой прибыли от продажи и реализации лекарств у нас не получают. И поэтому вот это вся, вот то, что входит в интерес американских врачей, то есть приобретение как можно большего числа всевозможных болезней, в интерес наших врачей не входит. И не входит даже в интерес ИНИ, потому что если в Америке основную прибыль врачи и врачебные ассоциации получают от продажи антидепрессантов, то у нас эту прибыль в том или ином виде получают только научно-исследовательские институты, которые все, как один, фактически живут с испытаниями новых препаратов. И все эти препараты, в силу заинтересованности этих институтов в одном диагнозе, все эти препараты, конечно, являются препаратами для лечения шизофрении. И поэтому, если сегодня кому-то из вас или кому-то из ваших родственников назначили только антидепрессанты, это большой класс психофармакологии, но он определенный класс, то это большое счастье, потому что, как правило, одновременно вы получаете препараты, в которых в инструкции можете прочитать, что они антипсихотические или предназначены для лечения шизофрении. То есть препараты класса нейролептика. С испытания и лицензирования, то есть введения в бюджетную сферу этих препаратов живут все отечественные НИИ. Ну, вы, наверное, знаете, что практически на зарплату научного сотрудника в наше время жить невозможно. Вот меня только что зазвали заведующим отделением в один из НИИ наших отечественных, я уж не буду называть, вот, зарплаты заведующего отделения в 20 тысяч рублей в Москве. Вот все остальное, что может получить НИИ, это деньги с испытания нейролептиков, антишизофренических по преимуществу препаратов. И то эти деньги опять же до врачей и научных сотрудников уверяю вас не дойдут. Это такой общий для нашей страны факт, правда? Поэтому у нас врач вот в этой истории за ДСМ-4 тоже меня заинтересовывает. Почему? Ну, потому что на отечественную зарплату врача, вот, я почему-то все время вспоминаю XIX век, да, и тогда врачу за прием платили рубль. С тех пор не очень многое изменилось в начале XX века. Рубль серебром стоил вызов врача на дом, но тогда это были деньги. Вот, ну, это не жалоба, это такой общий факт, который нужно понимать. В чем заинтересован врач? В таких условиях врач заинтересован в простоте. Видели, какой дом ДСМ-4? Представляете, как здорово, когда ты с высшим образованием и понимаешь, что у тебя есть одна болезнь, она называется шизофренией. И примерно, ну, примерно так, 10-12 лекарств от нее. Ну, примерно. Они имеют свои особенности, шизофрения имеет свои формы, течения и так далее и тому подобное. Но на самом деле тебе нужно просто взять и вот к этому одному диагнозу подвигать линейку из определенного количества препаратов. Названий много, препаратов немного, становится все меньше и меньше, потому что импортные препараты, как вы знаете, сейчас закупают все хуже и хуже. врач заинтересован в простоте, потому что в отличие от часа, который тратит на прием врач американский, у нас норматив сейчас, по-моему, я уж не помню, 10 минут, по-моему, максимум. Где-то, не помню, где-то мне говорили только что в детских, что ли, диспансерах 10. Ну, не важно. За 10 минут ты должен определить диагноз, состояние, вывезать лекарства. Это самая тяжелая часть, потому что рецепты заполняют еще сложнее и сложнее. И как бы, в общем, о каком-то таком, о том, чего в общем по-прежнему, по-моему, ждет больной от психиатра, о неком душезнайстве и людоедстве, вот, речи почти не идет. Поэтому, видите, картинка другая, но получается примерно то же самое. И проблема, огромная проблема, она заключается в том, что все было бы хорошо, если бы лекарства эти в определенной степени работали. Поскольку, все-таки, темой нашей встречи является не международная классификация болезней, все-таки, по всей видимости, является депрессия, и речь идет в основном, во всем мире, все громче и громче. Она идет о злоупотреблении антидепрессантами, которые принимают чуть ли не 50% населения земного шара. так вот, я вам хочу сказать, что по внутренним разговорам врачей, можете мне поверить, врачи приходят к выводу, что депрессия это шизофрения, потому что антидепрессанты не помогают. на самом деле врач никогда не видел больного настоящей глубокой депрессии, который вылечился, и которому бы сказали, вот все, у тебя депрессия прошла, и ты свободен, все, там, ну, я не знаю, заходите через год, или как там, да, для регулярного наблюдения. Таких больных нет. есть какая-то маленькая категория больных, которые просто исчезают, и эта категория, в общем, очень проста, сейчас объясню, потому что на самом деле подавляющее большинство антидепрессантов, как категория препаратов, имеет легкое успокоительное действие, действительно имеет, если то, что человек объявил депрессией, или доктор поставил диагноз депрессии, или маниакально-депрессивного психоза, был на самом деле легким стрессовым состоянием, или посттравматической какой-то реакцией, да, то есть на реакции на психологический стресс, то тогда, дистресс, правильно говорить, то тогда действительно антидепрессант поможет, как любое легкое успокоительное. А вот когда речь идет о клинически выраженных депрессиях, я специально опрашивал, я не могу сказать, что много, наверное, человек 50 ради хохма я опросил, никто не видел больных, вылечившихся от депрессии. Как это выглядит? Очень просто, больной лечится от депрессии, доктор назначает ему антидепрессанты, они не помогают, больной приходит, приходит, ему назначают комбинации, потом в конце концов это оборачивается у нас просто полипрагмазии, 3-4-5 антидепрессантов, которые принимаются одновременно. Токсично это безумно, вы это видели, это сажает печень к чертовой матери, вот, но не работает. И это, если вот просто посидеть на приеме в диспансере где-нибудь, с больницами чуть сложнее, потому что там изначально собственно каждый поступающий больной получает сразу пачку лекарственных средств, в которые входят и нейролептики, и антидепрессанты, отлечить невозможно. А если вы посидите на приеме у участкового врача-психиатра в Москве, то вы увидите, что ходит больной, который продолжает жаловаться на депрессию, а доктор меняет или добавляет ему антидепрессанты. И так продолжается гадание. И, к сожалению, это взаимовыгодные отношения. Всем выгодно. Почему? Это, наверное, сложный вопрос. Ну, наверное, потому, что вообще мы с вами живем в стране, которая привыкла жить в подчинении у большого папы, которые полностью определяют наше поведение. И мы не очень умеем себя контролировать и не очень хотим учиться как-то бороться с собой и учиться как-то справляться с собственными трудностями. поэтому мы на самом деле ради того, чтобы с этими трудностями справлялся за нас кто-то другой, мы готовы есть то количество таблеточек, которые нам назначат в любой следующий момент. Совершенно не задумываясь о том, что вот рядом с нами на приеме сидят все те же самые люди, которые лечатся всеми имеющимися в распоряжении антидепрессантами, а депрессия все не проходит. Вот какое тяжелое заболевание, говорит доктор, и меняет таблетки. на самом деле и это звучало в фильме, вообще надо сказать честно Асгар, мне фильм жутко не понравился, потому что он пошлый и желтый совершенно. И это я даже коллег из штатов не представляю себе с таким азартом играющим в карточные игры в процессе этого образования. Но я начинаю думать, что может быть мы не правы и уже давным-давно пора говорить именно на таком уровне пошлости, чтобы дошло. Ну, чтобы дошло. Представляете себе? Действительно как бы очень легко прочесть, если захотеть. Вот если открыть, например, где-нибудь в поисковике погуглить вопрос, что такое депрессия? то вы выясните, что в это понятие входят абсолютно все формы плохого настроения. Все, что хотите. А человек не может жить без плохого настроения. Плохое настроение это реакция, что у нас в жизни что-то не так. Ну, мы не так поступаем, не там работаем, не тому учимся, не тех любим, да? Если мы этого не будем чувствовать, то вот тогда мы станем действительно безумными, потому что мы будем поступать плохо, мы будем работать так, что у нас ничего не будет получаться, а при этом будем чувствовать, что мы все делаем правильно и хорошо. И в конце концов именно это и самое опасное состояние. Как человек может существовать без депрессии? Ну, представляете, это замечательно, вот, что такое позитивное мышление? Нам дают правильные лекарства, вперед за таблеточками, Путин лучший президент, это можно вырезать, как бы, да, ну, сейчас, что я плохого сказал? Все хорошо, да, там, и это, когда мы пели наше поколение, там, эх, хорошо в стране советской жить, жить было очень плохо тогда в советской стране, но, по крайней мере, это хоть было психологическое воздействие, а не химическое. Весь ужас, тут есть всякие разные парадоксы, ну, правда, психологическое, химическое, тогда не умели. Весь ужас и вся главная проблема психотропных препаратов вообще, антидепрессантов в частности, и то, почему ими никак нельзя вылечить, заключается в двух вещах. Во-первых, в том, что это психологическая проблема, это проблема души, а не проблема химии. Во всяком случае, уверяю вас, что правда является то, что никто и никогда не доказал, что те химические модели, на которых работают антидепрессанты разных поколений, вообще являются действующими. на самом деле это сплошной миф. Ну, там ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата дофамина. На самом деле нельзя, невозможно, пока не существует методов, позволяющих померить уровень дофамина или серотонина в нервной системе. Вообще нейрохимия это безумно дорогое исследование, но и оно невозможно по той простой причине, что вы с помощью биогенных аминов, адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина реагируете. Реагируете. Если у вас хорошее настроение, у вас личная пропорция биогенных аминов будет одна, и она всегда будет личной. Не существует никакой статистики. мы проводим ингибирование обратного захвата неизвестно зачем, потому что никто не доказал, что происходит замедление или увеличение обратного захвата. Это гипотезы, предположения. И они не работают. Ну, никак не работают. Поэтому больные не лечатся. Что такое депрессия, господа? Есть же грань, правда? Некого плохого настроения, депрессия, которое надо лечить или нет. Вот здесь мы реагируем правильно, а здесь нет. такая грань существует, вы все знаете ее по себе, и эта грань очень интересна сама по себе. Послушайте меня еще пять минут, или мне хватит, или вам надоест. грань. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу сказать, что вы все эту грань знаете. На себе. Просто некоторые ее идентифицируют как депрессия, когда врачу ведут, а некоторые нет. я называю эту грань предельным обобщением, патологическим обобщением. Из меня никогда ничего не получится. Я ничтожество. Меня никто не любит. Ха-ха-ха. О! Ха-ха-ха. Меня никто не любит. Это некое патологическое обобщение, которое привело к наибольшему количеству суицидов. Разве нет? Все знают, правда? Так все просто в действительности, как только задумаешься. Откуда берется эта мысль? Вот это предельное обобщение. Ну, например, кто я такой, чтобы знать, про никогда или про всегда. Я ничтожество – это фраза, которая обозначает «я ничто». Правда? А что мы знаем про ничто? Мы про все не имеем никакого представления, а про ничто тем более. Мы не знаем, что это такое. патологическое обобщение приводит тайная сторона человеческой натуры, которая называется гордыней. на самом деле, когда я говорю «я ничтожество», я говорю примерно то же самое, что когда я говорю «я Бог». Когда я говорю «у меня никогда не получится», я предполагаю, что у меня должно было получиться всегда. Это некоторая позиция, в которой я заявляю о своем отрицательном величии. Вот что такое депрессия. Этим она мне выгодна. Я самый несчастный человек в мире. Я одинокий, покинутый, брошенный. Меня никто не любит. Это что значит меня никто не любит. Это все знают. Это значит любите меня все пожалуйста. Правда? И немедленно, немедленно. Вот эти круги патологических обобщений представляют собой депрессию. Человек замыкается в этих неправильных мыслях, как в неком тупике. И внутренне тщательно скрываемая гордыня. У меня ничего не получится. Я виноват во всем. Я всегда вспоминаю Кавказскую плену. Что минает тоже я развалил. Это здоровое чувство советского человека. Я хочу сказать, что вот в чем проблема. в том, сейчас неважно, мы тут с группой занимаемся проблемой того, как расколачивать эти мысли. Но я хочу сказать, что проблема же не в этом, а проблема в том, что некоторое убеждение, к которому человек пришел, некий мысленный вывод. Это он сам, это его, как бы сказать, патологический секретный, но автопортрет. Это его образ самого себя, его самооценка. Неважно сейчас, как она организована, тут нужно, конечно, говорить об этом в детали. К счастью, ну, к счастью, человека можно там усыпить, заставить его пускать слюни из всех частей тела, но как бы вот это он может преодолеть только сам. Ну, с моей помощью, с помощью еще кого-то, ну, с психологической помощью. А химически этого никак не сделаешь, потому что это некоторый вывод, который человек сделал из какой-то системы обстоятельств своей жизни. Понимаете, про что я говорю? вот вот тут сидят несколько моих знакомых, которые недоумевают, что я делаю в часовне церкви Сарентодорки. Вот, я хотел сказать, что на самом деле, вот, понимаете, какая штука? А почему никакой другой церкви это неинтересно? Почему православная церковь не создает системы помощи или объяснения людям, что их души просто пытаются уничтожить, поглотить? Почему этим не занимается католическая церковь? на самом деле, вот, очень интересно, я, а, ведь санитологию у нас не любят, я хочу сказать, не знаю, ну, люди же такие, заходите и вырежете, я всегда говорю, я пытаюсь сказать следующую простую вещь, вот смотрите, как интересно получается, всегда, когда какую-то веру, науку, мистику ненавидят, то это, в общем, означает, мы сами хотим быть такими, такими, ну, вот, просто до поразительности успешные коммерческие, психологические, например, проекты или психиатрические проекты сегодняшние стремятся, они этого не понимают, но стремятся быть похожими на саентологию, ну, как бы, вот, там, здесь все начинается с е-метра и одитинга, ну, я не буду рассказывать, что это такое, ну, во всяком случае, это некий прибор, который человек, приходящий сюда, берет в руки, держит за контактами, вот, если вы придете в нормальный психологический центр, вас посадят за какой-нибудь прибор обязательно, он будет другой, но он будет обязательно чего-то мерить, там будет какая-то обратная связь, вот, а потом последует технология, некая технология, с помощью которой вам будут помогать, а потом вас опять померяют прибор, как бы саентология Хаббарда была первым успешным технологически и коммерчески психологическим проектом, я глубже не пойду, глубже не пойду, потому что у Хаббарда на корабле там, там есть мистические основания, у меня нету, я был бы счастлив, но нету, вот, я хочу сказать, что почему-то ненавидится энтология, а завидует, потому что здесь как-то вот получается, а там нет, и в итоге вместо е-метров и приборов биологических с обратной связью у нас, вдруг появляется мировая мода снова на электросудорожную терапию, вот здесь этого нету, а вообще-то вы можете приехать в Лос-Анджелес, зайти в кабинку, и я не помню, по-моему, за 600 долларов, недешево, но в амбулаторных условиях, в кабинке за 12 часов, ну там 3 часа подготовки, потом процедура, потом 3 часа выхода, вы можете пройти электросудорожную терапию, то есть натурально стукнуть себя током по башке, пережить эпилептический припадок и как бы это помягче выразиться, перезагрузиться, знаете, какие штуки интересные бывают, у нас эта методика запрещена, в смысле это СТ, электросудорожная терапия, как таковая, но ее все чаще начинают предлагать больным за деньги, а делать-то чего? Ну, понимаете, врач же каким бы простым он не был, он же не просто идиот, он же видит, что он лечит больного, лечит, грузит его препаратами, и в общем в итоге наступает только деменция, только слабоумие, нарастает и все. Ох, какая тяжелая болезнь, говорит он родственникам больного, но сам-то он прекрасно в общем понимает, что чем больше он грузит препаратами, тем выше степень деменции у человека, которого он якобы лечит. А психологической помощи его никто не учил, и переучиваться поздно. и вот он начинает кричать я ненавижу дионетику. Почему? Ну в общем он бы и рад сам получить такой коммерческий успех, но нифига не получается, приходится электросудорожную терапию предлагать, понимаете, какая что. и я очень боюсь, что очень многие всякие разные процессы про дионетику были инспирированы именно этой подпольной завистью, потому что этот успех должен достаться официальным научным структурам, гештариттерапии, академическим институтам, понимаете, о чем я говорю? Ведь самое это ужасное в этой истории, что да, я там все равно должен признать, я совершенно не саентолог, ну совсем, но я должен признать, что там, где нормальная дионетика и саентология претендуют на реабилитацию, хочу я этого или нет, хочу я этого или нет, какое у меня по отношению к этому настроение, сколько это стоит, я же должен признать, что у них получается, ну по крайней мере в десятки раз лучше, чем у официальных государственных реабилитационных центров. Человек не машина, мы не можем его запрограммировать, провалы бывают у всех и всегда, но получается лучше, никуда не денешься, как бы но честно посмотреть на себя и сказать, у нас это не получается, давайте перестраивать систему, давайте как-то меньше травить людей, снова не удается, потому что это значит очень здорово осложнить жизнь себе в первую очередь, я имею ввиду врачу, менять систему, строить вот такие реабилитационные центры, в общем, это очень много чего значит, но гораздо выгоднее продавать таблетки, и самое главное, я последнее, я понимаю, что я вас утомил, я сейчас закончу, и самое главное, что это же соответствует запросу уважаемой публике, что мы делаем, да, вот, Саша, у меня сосед пьет запоями в Калужской области, скажи, пожалуйста, какую таблеточку принять, нет, баба Маня у меня живот болит, это, к сожалению, очень сложная история, и тоже история, на мой взгляд, религиозная, потому что это и есть первородный грех библейский, по моему глубокому убеждению, таблеточка это и есть яблоко из древа познания добра и зла, люди хотели быть как боги, и для этого, как казалось им, достаточно сожрать, найти, открыть в химической лаборатории, синтезировать запретный плод, он же алхимический философский камень, он же квинтэссенция растения, он же эликсир жизни, это очень древняя человеческая мечта, описанная в книге бытия, мы с вами этого хотим, мы никак не хотим взрослеть, мы надеемся, что мы найдем таблеточку, которая позволит нам быть как боги, а она позволяет нам быть слабоумными, и я не знаю, может быть, это и есть счастье, по мнению потребителей официальной психиатрии, я думаю, что я вам надоел, спасибо за внимание, если есть вопросы, говорите, всем известно, в стране у нас, не знаю, в мире, это детский плицид, я думаю, что интернет, сети социальные это не есть, первая причина, это просто способствует распространению этих как теорий, методик, и прочее, так вот, у нас это понятно, что если задуматься о первой причине, много нужно говорить, сколько людей, сколько мнений, но чтобы вот коротко вопрос, подпишем себе, смогли бы подвергнуться вот этим методикам такие известные люди, как там Чхалов, Королев, Кучатов и так далее, в те времена они были такие одержимые и стали теми людей, которые есть. так вот, наверное, вот, то, что вы рассказали, наверное, здесь есть где-то стык. Курчатов и Королев были не детьми и суницидальных попыток не совершали. Когда они были маленькими, никто бы их не мог сгибнуть с того пути, куда они стали. Вот это не другое время. Сейчас свой вопрос я попробую сказать. Я думаю, что понимаете, эта особенность очень мешает жить. Проблема в том, что какой бы вопрос из области души человеческой мы ни взяли, он требует многочасового разговора и спора, и эмпатии, и понимания, и любое, наиболее общий ответ на любой вопрос, он всегда ошибочен, потому что, к сожалению, возможно, нужно возвращаться к некоторым взглядам 19 века и думать о том, как же все-таки построить субъективную науку. Не объективную науку, а субъективную. И я хочу сказать следующее. Я думаю, что большая часть детских суицидов так или иначе связана с недостижимостью некоторого идеала, который предлагает жизнь, реальная жизнь родителей, уж больно сильно отличается от идеалов телевизионного экрана и стандартов интернета. Хотя это очень общее заявление. Другой вопрос, что понимаете, какая штука? Проблема в том, что наверное, для того, чтобы бороться как-то с детским суицидом, мы должны опять задать в себе вопрос, что нам нужно сделать с собой, чтобы нам снова стало интересно жить. Вот. Это очень серьезный вопрос. Можем встретиться, поспорить на эту тему. Как бы ответ на него есть, это ответ творчества, нужно учить с детства творчеству и отпускать творчество. Что касается Королева, Чикалова и Курчатова, нет, я думаю, никто не ставил над ним химический эксперимент. Поскольку, к счастью, все-таки, я думаю, что они в те годы были невозможны, иначе приняли бы куда более выраженные масштабы. Да, и мы бы с вами не дожили до этого светлого дня. Вот. Однако, я вам хочу сказать, что в общем советская психиатрия всегда была такой, и всегда искала некий химический способ преобразования человека. Другой вопрос не нашла, но вот интересно, наверное, будет знать, что один из основателей советской психотерапии, Констору, на самом деле всю жизнь искал некую химическую смесь, которую можно ввести человеку в организм, и в результате гипнотическое внушение останется на всю жизнь. То есть, он искал способов мгновенного такого преобразования личности, и считал, что это и есть советское направление психотерапии, за что справедливости ради был расстрелян, так что ошибался, наверное. не кто искал химическую смесь, ее правильную смесь открыли потом, и не удаст. что-нибудь еще? Можно? Вот у меня вопрос, я сама доктор, да, то есть, я видела, действительно, препарат убивает людей, я очень часто вот вижу врачей, которые, к сожалению, на лекциях слушают, как профессора и академики, которые не заплатили огромные деньги, рассказывают, что такие стандарты лечения вы врачи обязаны назначать. Да, врачи, к сожалению, не знают. Это и есть свойство бюджетной медицины, правда? Если уж препараты закупили, то их все равно надо потратить и назначить больным в любом случае. Если они сами их выкинут, фиг с ними, ну, назначить надо все равно. Они закуплены, должны быть потрачены, иначе следующих бюджетных денег не дадут, конечно. Да, профессор говорит, что медицина это не точная наука, что и теология причин, патогенез, механизмы развития, никто не знает. И мы в медицине лечим только симптоматически заболела, давление повысилось, было снизено. И вот у меня вопрос в чем? Как до докторов, с которыми я часто общаюсь, донести? Вы психиатр? Нет, не в работе. Гу, за вами будущее, я уверен. я хочу сказать одну интересную вещь, я не буду, ладно, про все, про все этимологию, потому что не смогу, не смогу, с радостным поговорю, но не сейчас. Я хочу сказать, что тут есть загадочная вещь, которую специально для доктора я попробую объяснить. На самом деле удивительная штука, удивительная штука. Ну вот, сейчас меня убьют, убьют циентологи. Великий владыка Ксину, это танц корабля, который плавает в Средиземном море, он как бы однажды, ну в общем, давайте я упрощу, это упрощение, он послал на Землю злые души, свои, свои, из далекой галактики, было это много миллионов лет, назад, и с тех пор они вот распространяют зло. Так вот, удивительная штука, психиатрия гораздо больше похожа на циентологию, чем кажется, потому что на самом деле психиатрия, это наука, которая имеет дело со злом в чистом виде, которая не имеет никакой материальной формы, и глубоко это на самом деле именно поэтому они ненавидят циентологов, потому что чувствуют схожесть, конкуренты. Я хочу сказать, что объясню. На самом деле, когда в фильме звучал Крепелин, но я сейчас о нем не буду, чуть сложнее, на самом деле все закон, дело Крепелина закончил Евгений углевер, человек естественно, с одесскими корнями, как положено, у нас все враги с Украины, вот, так вот, он, который сформулировал принципы понятия о шизофрении. Так вот, я хочу, чтобы вы поняли, это мало кто понимает, один очень важный нюанс, этот важный нюанс заключается в том, что принципиально шизофрения это болезнь, в которой мы не можем найти причину. Мозг с точки зрения нашего обследования абсолютно здоров, абсолютно здоров, а человек болеет раздвоением личности, с хизисом. Не буду сейчас туда погружаться, но я хочу сказать вот какую интересную штуку. А мало кто об этом знает, но в конце жизни Блевер, ему наскучило психиатрия, больные люди, и он стал спиритом, достаточно известным спиритом, стал изучать духов, хотя и это считал абсолютно нормальным, то есть абсолютно достойным человеческим делом. Но я сейчас не об этом, это очень трудно понять. Как только вы находите у болезни неврологическую причину, она уже не относится к области психиатрии. Психиатрия изучает зло, не имеющее следов. Я терепатически смотрю на вас и вижу зло. А как только я нашел следы зла, то есть какую-то болезнь эндокринную, неврологическую, соматическую, которая может оказывать влияние на мозг, зло исчезло, надо лечить обычную болезнь. И поэтому вот я все пытаюсь сказать, что ГКПЧ выпустила книжку, которая доказывает, что не существует знаменитого СДВГ синдрома детской гиперподвижности и дефицита внимания. Но его и правда не существует, его не может существовать. По одной простой причине, какого ребенка с СДВГ вы не посмотрите, вы найдете там неврологию, которую можно лечить, трудно, но можно, не психиатрическими методами, а неврологическими, ноотропными препаратами. Но как только вы нашли неврологию, это вроде как уже не имеет отношения к психиатрии. поэтому возникает следующий этап поиска зла. Нет, говорят они. Неврология это провокация, она не имеет значения, она вызывает шизофрению. Что является глупостью с точки зрения автора самого понятия шизофрения, потому что шизофрения это то, что не имеет под собой неврологической почвы. но если мы это признаем, то как же мы будем зарабатывать деньги на нейролептиках и антидепрессантах, если мы лечим абстрактное зло, у которого нет корней. Немножко сложная мысль, но вот если запись посмотрите, поймите. Я как-то более или менее ответил. Еще вопросы? Спасибо вам, люди. В этом есть.